Добрый день дорогие друзья! С вами вновь доктор Косов и сегодня мы с вами разберем конструкцию и механизмы воздействия на человеческий организм двух систем нагрева табака ICOS от Philip Morris и GLO от British American Tobacco В чем разница, в чем сходство, что лучше, что хуже, не с конструктивной стороны я имею ввиду сами устройства, а именно вот с физиологической точки зрения И хотел бы, наверное, сразу предупредить о том, что та информация, которую вы сейчас получите получена не из каких-то там, я не знаю, сомнительных сайтов в интернете а непосредственно от самих производителей, из консультативных центров из переписки с консультативными центрами этих двух производителей Поэтому, ну, можете быть уверены, что ничего более достоверного вы в ближайшее время не услышите или, наоборот, услышите от других, в общем-то, блогеров Начну я, наверное, с системы GLO Потому что не так давно, в общем-то, я достаточно много времени посвятил для того, чтобы описать конструкцию стика от ICOS и как он устроен, как он работает Хотя, по тем отзывам, которые, в общем-то, были там под видео я понял, что, в общем-то, не все было понятно поэтому на некоторых моментах я все-таки остановлюсь потом еще более подробно ну, чтобы было понятно до конца, что она себя представляет Итак, пока система GLO И чем же она отличается от ICOS Ну, прежде всего, чисто конструктивно То есть, как бы, стики одного и другого отличаются чисто внешне, для начала То есть, как бы, стик от GLO похож на обычную дамскую сигарету, так скажем А стик от ICOS больше похож на окурок обычной сигареты Но далеко не в этом их заключается различие Итак, стик GLO Стик GLO в системе нагревается снаружи Не так, как в ICOS внутри, да, то есть, как бы, при помощи специального нагревателя А снаружи, в цилиндрическом нагревателе Нагревается... А, ну да, давайте, наверное, начнем с того, из чего он состоит То есть, как бы, да, я опять изобразил это чисто схематически Да, то есть, как бы, да, вот эту вот табачную часть Затем, этот цилиндр, это просто картонный цилиндр Который, в общем-то, ну, как бы, какую функцию он дальше выполняет, я объясню И обычный ацетатный фильтр, такой, как у обычной сигареты Все достаточно, как бы, внешне просто Но не так просто, как хотелось бы Итак, табак В отличие от ICOS, здесь применяется настоящий табак То есть, обычный табачный лист, порубленный определенным образом, да, то есть, как бы, да, и затем Помещенный в этот самый стик Но не сразу Его должны были еще дополнительно пропитать стандартным китайским триумвиратом Состоящим из глицерина, пропиленгликоли и никотина Почему? Об этом тоже расскажу, немножко позже Дальше Картонная гильза Она предназначена всего лишь для того, чтобы охлаждать тот пар, который получается в результате нагрева табачной части Ну, и какая-то часть, конечно, осаждается на стеночках внутри, да, то есть, ну, как бы, такой, ну, конвекционный фильтр, да Значит, и обычный полицетатный фильтр, точнее, обычного ацетатного волокна, который, в общем-то, отсеивает те компоненты, которые были получены в результате нагрева лишней, да, то есть, ну, как бы, результаты той возгонки, которая там происходила, да Вот, потому что там все-таки обычный табак, и хоть какое-то количество каких-то смол, но там все-таки получается при низкотемпературной возгонке Что в данном случае я имею в виду Здесь мы немножко углубимся в историю Да, дело в том, что British American Tobacco не пионер в применении нагрева табака Еще в конце позапрошлого столетия, в начале прошлого, во многих мужских английских клубах проводились дегустации табака И происходило это не в курительных комнатах, где обычно люди уединялись для того, чтобы покурить сигару или трубку А в общем помещении, в большинстве клубов применение табака в общих помещениях было категорически запрещено Ну, кроме специализированных, конечно, клубов, которые посвящали себя именно курению Как это происходило? Бралась чашка, аналог чашки Петри, только из металла Ставилась на конфорку, на спиртовку или газовую горелку Нагревалась как раз до температуры приблизительно 250-300 градусов И туда высыпался новый табак, привезенный откуда-нибудь, например Или та же самая сигара, измельченная в виде табака, опять-таки туда же И в результате возгонки тех ароматических компонентов, которые находились именно в этом сорте или в этом купаже табака Помещение заполнялось определенным ароматом, который могли оценить все присутствующие Именно этот эффект применен в системе ГЛО В чем принципиальная разница с Айкос? Дело в том, что, как я уже сказал, в ГЛО применяется обычный, невосстановленный, натуральный табак И при его нагреве до температуры 240 градусов, а именно эта температура применяется в системе ГЛО Из него выходят только те ароматические компоненты, которые окрашивают последующий пар в табачный вкус Но никотин добыть таким образом из табака невозможно Как я уже говорил опять-таки в одном из прошлых видео, никотин находится в вакуолях клетки Это такие образования, которые характерны именно для клетки растительного происхождения И нагрев до температуры 240 градусов не позволяет этому никотину оттуда выбраться Поэтому производители были вынуждены его полностью добавить искусственно, снаружи То есть точно так же, как это применяется, например, или используется в вейпинге То есть в обычных жижах для вейпов То есть по сути дела это табак, пропитанный жижей для вейпа Содержащий никотин Сейчас я не говорю и подчеркиваю, не буду говорить о дополнительных ароматизаторах Ни для кого не секрет, что стихигло имеют, например, ментоловый вкус Там, я не знаю, цитрусовый, какой-нибудь там еще, черничный и так далее То есть их довольно-таки много всяких разных Но именно о этой части вопроса, я вам честно скажу Я задавал прямой вопрос, на который мне так и не смогли или не захотели ответить производители Поэтому эта часть, касающаяся именно применения ароматизаторов, она опускается Единственное, что сразу хочу сказать, что концентрация ароматизаторов в стике ГЛО Приблизительно в 2,5 раза больше, чем в ароматизированных стиках Айкос Почему так? Почему по-другому? Одному богу известно, да? То есть, ну, так они решили Но, подчеркиваю, принципиальная часть и различие не в этом Вы, если помните, мое предыдущее видео, если кто не смотрел, посмотрите Посвященное Айкосу или стику для Айкоса Я говорил о том, что табак в стике для Айкоса восстановленный Еще раз напомню, что это такое Это когда берется обычный, стандартный табак Размалывается в достаточно мелкую труху Из которой потом делается аналог бумаги Только для того, чтобы сделать бумагу, мы используем целлюлозу А для того, чтобы сделать восстановленный табак Мы в качестве сырья берем обычный табачный лист Зачем это делается? Для того, чтобы повредить чисто механически Стенку клетки и эти самые эвакуоли Чтобы тот никотин, который там хранится Можно было потом достать методом возгонки При низкой температуре Не при сжигании при 900 градусах Как это происходит в обычной сигарете А при нагревании Именно в этом основная разница между стиком ГЛО и стиком Айкос Дело в том, что при нагревании даже До температуры содержимого восстановленного табака в стике Айкос До температуры 240 градусов В возгонке никотина не произойдет Ее необходимо нагревать до температуры 350 градусов И в этом конструктивная разница В аппаратах для нагрева табака Айкос и ГЛО Температура 240 и 350 градусов Производители Айкос неспроста пошли на такое усложнение Ведь это же дополнительная энергия И расход аккумулятора и так далее Именно по причине того, что они хотели получить никотин Непосредственно из табака А не добавлять его снаружи в виде сливового никотина Или обычного никотина Который применяется в тех же самых вейпах Почему они решили отказаться от этого искусственного никотина? Ну не думаю ради рекламы Чтобы там типа это бионикотин Знаете, такая дурацкая добавочка био Ну они, наверное, все-таки посчитали Что так это будет менее вредно Ну по крайней мере они это декларируют Несмотря на это В стике Айкос все равно добавлено Немного дополнительного никотина Но его количество в разы меньше, чем того никотина Который добавлен в стикгло Вот именно здесь и кроется основная разница Дело в том, что в производстве В массовом производстве В таком, как производство табачных изделий На единицу изделия считается не то, что там евроцент А тысячные доли евроцента Никто не будет тратить лишние деньги На дополнительные технологические этапы В производстве этих самых стиков Если это уж происходит То оно происходит оправданно И в результате каких-то причин И главная причина Технологического усложнения Производства стиков Айкос Именно в этом Они хотели получить больше никотина из табака А не добавлять его туда искусственно Ну, в этом, наверное, все-таки Самое главное различие между Айкос и Гло В прошлых видео Я, может быть, недостаточно понятно Объяснил Необходимость вот этого конструктивного элемента Это Такая гильза Из обычного ацетата То есть, ну, такой же, как фильтр Только имеющая внутри дырку Зачем она была нужна? Ну, не все заканчивали там Какой-нибудь Московский авиационный институт Или что-нибудь в этом духе Для того, чтобы понимать Какие-то там тонкости Сжатия газов, расширения и так далее Но я это попытаюсь проиллюстрировать Достаточно простым способом Если я хочу согреть руки Выдыхаемым воздухом Который имеет температуру Там 36,7 градусов Я делаю это медленно Потихонечку Но если я обжег палец И хочу на него Его охладить То я на него подую Тем же самым объемом воздуха На самом деле Только в одном случае согревание В другом охлаждение Так вот Это способ охлаждать Те пары, которые получаются В результате нагревания Восстановленного табака В системе Айкос Мы дуем на следующую часть фильтра Через маленькую дырочку Охлаждаем Сжимание нагревания Расширение охлаждения Школу, наверное, помните Все-таки возвращаясь К Айкосу И Гло Очень часто в интернете Можно увидеть Такие доморощенные эксперименты Типа того, что мы здесь Растворяем табак из Гло И он не растворяется Наверное, это хороший натуральный табак А здесь мы Растворяем табак из Айкос И он растворяется Распадается Именно по этому поводу Я только что говорил Восстановленный табак Это как бумага Сделанная из Табачного листа Поэтому он действительно растворяется Возьмите кусок бумаги Попытайтесь его растворить Естественно, он растворится До каких-то совершенно непонятных ошметков Точно так же растворяется И содержимое табачного стика Айкос И ничего удивительного в этом нет И, конечно, им бы было проще Туда засунуть обычный табак Но они этого не сделали Они засунули туда Именно восстановленный табак А это дополнительные Технологические затраты Подумайте, зачем Надо ли было им это делать Надо ли было себе Усложнять жизнь Наверное, чем-то это было Обосновано Еще раз напомню, чем Они хотели добыть никотин При низких температурах Из табака Ну, наверное, что еще Конечно, курить, не курить Использовать Айкос Или использовать Гло Выбирать, конечно, вам И отдаленные результаты Применения этих систем Мы, конечно, узнаем Но не сейчас Лет через 10 А то, может быть, и больше Появится какая-то статистика Какие-то наблюдения А пока Пока нам ничего не остается делать Кроме выбирать из того Что уже есть Одно могу сказать точно Что Айкос, что Гло Это гораздо лучше Чем курение обычных сигарет Это бесспорный вариант И тут, я надеюсь, что Семипядий во лбу Не надо иметь, чтобы это понять Поэтому, если хотите Себя хоть в какой-то степени Защитить От того Дерьма Которое находится В обычных сигаретах И если у вас есть Экономическая возможность То переходите На одну из этих систем По крайней мере По результатам Тестов курильщиков Так, скажем Они говорят о том Что На их вкус Гло Немного более Насыщенный Чем Айкос Может быть Мне трудно Что-то комментировать По этому поводу Но, по крайней мере Уровень насыщенности Дополнительных ароматизаторов Я имею в виду Вкусовых ароматизаторов В Гло Однозначно больше Кому это нравится Он должен Наверное Выбрать себе Гло Кому Нет То Тот Выберет Айкос Что лучше Гло Или Вейп Я думаю Что в лоб Что по лбу Да То есть Это в принципе Совершенно Одинаковые вещи По сути своей Просто В Гло В качестве аромки Используются Возгонные вещества Из настоящего Табака И вся разница Больше никакой Разницы нет Ну практически Совершенно Да Поэтому Если вы сравниваете Гло И Вейп То Вещи Однозначные По степени Воздействия На ваш организм В плане Физиологичности Этого процесса Ну это Просто выбор Вашего Вкуса Так скажем То есть Я это к тому Что Гло Очень близок По своей сути К вейпингу Айкос Немножко дальше Ну Кому-то это нравится Кому-то нет Ну опять-таки Извините Выбирать вам Одно могу сказать В заключении Безусловно Конструкция Стика Гло Гораздо проще Состоит всего лишь Из трех Конструктивных частей В то время Как конструкция Стика Айкос Состоит из шести Конструктивных элементов В технологии производства Стик Айкос Значительно сложнее Там Гораздо больше Технологических этапов Зачем это Филипп Моррису Наверное Они что-то пытались Этим сказать Потенциальному потребителю Типа мы трудимся Типа мы трудимся Больше Мы затрачиваем Больше средств И таким образом Мы наверное Пытаемся вас В большей степени Защитить Может быть так Может быть как-то иначе Они паршивцы Не признаются Поэтому еще раз повторюсь Выбирать вам А пока На этом Наверное Все Пишите в комментариях Может быть какие-то вопросы У вас дополнительные Возникнут Я смогу их напрямую задать По крайней мере Канал я уже отработал Вот И Попытаюсь На них ответить Словами Производителей По крайней мере Да Ну одно могу сказать Что Эти паршивцы Не называют цифр Я задавал Прямой вопрос По поводу Количества Там Определенных веществ И тому подобное Молчат как рыба об лед Да То есть как бы Поэтому Даже не пытайтесь У меня этой информации нет Ну а Что касается Всего остального Может быть Буду задавать вопросы Буду передавать Ответы вам Нет проблем По крайней мере Ну и не думаю Что это мне будет Очень сильно сложно Комментируйте Подписывайтесь на канал Если вам что-то понравилось Ставьте дизлайки В том числе Почему нет Это понятное явление Да То есть как бы Да Единственное что Прошу Не использовать Ненормативную лектику В комментариях Эти комментарии Будут Самым злым образом Удаляться В общем-то И Банятся их Авторы Всего вам доброго Дорогие друзья Не курите Нехорошо это С вами был Доктор Косов До свидания Субтитры сделал DimaTorzok